У нас такая тема, тяжелая жизненная ситуация, как вот быть в этой ситуации во всей совокупе. Начну я с притчи, которая очень сильно меня поддержала в жизни, как по промыслу Божию случайно ее и открыл. Мореплаватель имел мечту, как каждый у нас в жизни имеет мечту, какую-то цель. А мечта была переплыть в Тихий океан, в другой континент. Ну такая, может быть, глупая мечта, но тем не менее он мечтал о ней. Поднялся шторм, его ночью лодку разбило оскалы, и он потерял сознание. Утром очнулся на берегу, не понимая толком, где он плавает незначительная провизия, которая целела, немножко бревен от его корабля. Собрал все это, ну и говорит, не так уж я долго плыл, всего несколько дней, и меня найдут. Но шло время, неделя-другая провизия закончилась, нужно искать по этому острову какую-то пищу. И вот один раз, возвращаясь уже с этих поисков, он издалека видит стоп дыма над деревьев, который поднимается. Внутри у него затепливалась надежда, что его нашли наконец-таки, зажгли костер. И вот сейчас у этого костра я увижу людей, которые меня нашли. Он бежит к этому месту, и оказывается, что вовсе это не спасатели, а его дом. И он горит, и он в отчаянии упал на песок, плачет и говорит, господи, я ведь не так в жизни хотел. У меня была мечта, мечта моя не сбылась, и здесь даже последнего курова ты меня лишил. Не успел он толком завершить, скажем так, свои размышления, в уныне находясь, слышит он гудок. Издалека видит, что подъебет корабль, чтобы его спасти. Он спросил их, как вы меня нашли? Он говорит, мы увидели стоп дыма, как сос, который ты нам зажег. Мы с вами понимаем, что в его состоянии ситуация могла в реале быть гораздо хуже. Когда человек находится на этой грани душевного уныния, отчаяния, появляются мысли о суициде. Я в своем рассказе приведу несколько примеров, потому что если взять какие-то частные здесь местные, вы, может быть, из семьи этих не знаете. Я взял вот таких выдающихся, которые весь мир знает людей. Ну, к примеру, начнем сначала Джоан Роллинг, все ее знают. Это писательница, которая по ее сценарию книгам Гарри Поттера снял. Вот именно в таком душевном состоянии, когда она с ребенком на руках, после 13 месяцев в браке, стала получать побои от своего супруга, унижения всякие. И она дошла до того состояния, так называемой, клинической депрессии, когда уже невозможно практически было выйти, и она стала писать. Она стала внутреннее свое состояние изливать в этих книгах. Она ушла от мужа, поддержала ее родная сестра. Ну, отобразилась ли как-то все равно в ее литературе, в ее как-то книгах это? Да. Вы помните, кто смотрел этот фильм, были такие дементры, которые как в духе витали, и они высасывали душу. И она именно подчеркнула, что вот этот персонаж появился благодаря моему несостоявшемуся мужу. Все равно человек внутренне или внешне проявляет вот это свое состояние болезненности, одиночества. Но как же выйти человеку? Верующему проще, конечно, выйти. Он понимает, что где-то Господь попускает, где-то испытывает, а где-то он понимает, что после вот этих всех жизненных, тяжелых обстоятельств, которые порой и нужны для нас, как стряск. Давайте мы с вами согласимся, даже в любом заведении, если начальник видит, что что-то начинается не так, он дает стряску. Раз, ну да, я что-то не то делаю. Начинаешь ты. Стряску нужна нам, к сожалению, часто, чтобы мы вот угарив своей лень или еще чего-либо, беды какой-то не наделали. Но бывают крайние ситуации. С духовной стороны, как выйти из этой ситуации? Есть изумительное такое последование молитвенное. «Слава Богу за все!» Мы часто просим у Бога, часто «дай, помоги!» Но редко благодарим. А ведь Господь нам дает каждый день. В большем или меньшем степени, но дает каждый день. Мы вот редко благодарим. Но у нас тема о семье в том числе. Как же вот семья, относительно семьи, может выйти из этой ситуации? Как бы верующая семья реагировала на тот или иной момент? Также приведу пример, который вам всеизвестен человек на весь мир Ник Войчич. Это человек, который без рук, без ног с болезнью фокомерия родился, с маленьким отростком ножички, как он говорит, гусиная лапочка. Но опять-таки, были ли у него внутренние такие состояния, о смерти, были. В 10 лет даже почти попытка была суицида на фоне своего такого ущербности. Но верующая семья, как она его поддержала, их всегда ни разу не подчеркнула его несостоятельность. Ведь чаще всего, в таких ситуациях, мы как видим, начинается подчеркиваться ребенка ненужность, друг друга оскорбление. А вот у верующего человека, почему нам? Что такое вера? Это фундамент нашей нравственной состоятельности. Когда мы не сами не ломаемся, а, конечно, можем испытывать какой-то дискомфорт, но мы можем легчевать из этой ситуации. И в том числе, мы не губим своими руками детей своих. У них другие моральные ценности. Вот изумительно, Ник Войчич тоже самое говорит. Если у тебя нет рук и ног, это проблема. Но если у тебя нет общения с Богом и Его в душе твоей, это катастрофа. Почему? Потому что пустоту нечем заполнить. И тогда только один выход. Или выливать свою несостоятельность и ущербность в духовную, телесную на других, и лишь закончить свою жизнь. В полнейшем отчаянии. А давайте немножко так задумаемся. Вот мы говорим, в жизни тяжелого обстоятельства. Даже в нормальных семьях. Начинать даже школы. Вот мы говорим, сейчас в школу будет замечательно. Идем в школу, ой, учеба, проблемы. Тяжелое жизненное обстоятельство. Нет, сейчас школа закончится, сейчас училище, там были взрослые. Приходим, допустим, училище, институт. О, опять учиться. А здесь еще и однокурсники какие-то недоделаны. Нет, учеба сейчас закончил, работа. Вот работа, я ж учился, я ж специалист, прихожу, а у меня начальник. Господи, что с начальника ты мне послал? Это ж какой-то монстр. Опять тяжелое жизненное обстоятельство. А семья, хорошо. Часто мне в интернете пишут, девочки, паишка, ну, хочу семью, мужа, ну, вот как мне найти там. С одной стороны, замечательно. Замечательно, когда семья, деточки, нормальные взаимоотношения. Ну, у любого женатого или замужненную женщину спросите, у него нету проблемы, или у него нет проблем. Он говорит, да куда ты лезешь? Его надо как ребенка воспитывать. Ходить или лить? Тоже жизни тяжело обстоять. Ну, разве не так? Ну, тоже. Но опять-таки, как мы реагируем на это? Как мы это переживаем? Или мы с более легкостью относимся? Или нам одним где-то бывает проще? Ведь, понимаете, один человек никогда не бывает. Никогда он не бывает. Есть близкие какие-то. Всегда Господь рядом. На эту тему, если позволите, я расскажу одну притчу. Когда Господь показывает сонное введение человеку, говорит, ты молись, я рядом. Вот видишь песок, вот мои следы, вот твои следы, вот мы вместе с тобой идем по жизни. Я рядышком с тобой. И вот наступили у него болезни, проблемы, и вот он засыпает и видит следы на песке только одни. И он возраптал, говорит, Господи, ты же говорил, что ты всегда со мной. Почему же твоих следов нет? Он говорит, это не твои, это мои, это я тебя на руках не сижу. Вот поэтому для верующих человека он не попадет в это глубокое отчаяние. Он будет выбираться, он будет бороться за жизнь, но никогда не будет за счет других решать своих проблем. И всегда этого человека поддерживают, потому что мы, к сожалению, чаще всего помогаем тем, кому мы хотим. Но, давайте подчеркнем такой момент. Нужны ли нам эти тяжелые жизненные ситуации других? Вот особенно такие коллеги, мои дорогие, скажут, что иногда устаем мы от этих тяжелых жизненных обстоятельств. Ну и вы, в принципе, тоже какие-то коллеги, я тоже по одному из образований социальный педагог-психолог. Ну, опять-таки, устаем, накапливаемся. Ну вот, задать главный вопрос. Кто больше нужен? Я им или они мне? Давайте на секунду просто задумаемся, если бы не было никого, чеча, других каких-то, какие бы мы стали? Мы стали более жестокими, чопорными стали, потому что благодаря этим людям мы становимся более сострадателями, более любящими. Поэтому иногда можно от суверенности сказать, что они больше нужны нам, чем мы им. Конечно, просто специфики нашей работы, у нас их очень много, поэтому мы устаем, переизбыток, но тем не менее, все равно мы постоянно находимся в добродителе, помогая. А Господь говорит, по плодам вашим узнаю вас. Наши плоды все равно принесут пользу для нашей души. Суродники в том числе видят наш личный пример и они не будут деградировать по нашему примеру. Ну и последнее, скажем так, завершая относительно, вспомните, мы дети в большей степени конечно говорим, Господь нам говорит, будьте, когда вот Христу не пускали детей, ученики, потому что он устал, не запрещайте приходить детям ко мне, потому что таковых есть Царство Небесное. Что значит таковых? Не будьте как вот мозгом, как дети, а душой, потому что они более чистые. И вспомните, когда Господа спросили, как суд будет конечный, за что мы будем отвечать. Ведь Господь сказал, не по грехам будете отвечать. А Он говорит, разделю праведников от непокаявшихся грешников, ну я немножко разжевываю так, и спрошу, где вы были, когда я в воле, наг, нуждался в вашей помощи, праведники сказали, вы сделали для меня, где мы сделали? Любому, кому мы сделали, всех отмалых, вы и мне сделали, так и непокаявших, где вы были? Мы тебя не видели. Человек, который привык видеть добро, он везде будет его. Я не в плане похвала, как констатация факта, когда я еду с Ростова или с Краснодара, я вижу, человек идет по дороге. Я понимаю, что это с одной стороны опасность, но я уже не могу проехать мимо него, потому что таких же моральных недолюдей проехало уже тысячи мимо него, и среди них я уже не могу себя ассоциировать. Я остановлюсь и подвезу максимум, докуда я могу. Ни в коем случае не похвалу. Но я так говорю к тому, что мы должны искать добродетель, потому что греха и всякой духовной гнили гораздо больше окружает нас. Господь нас будет в первую очередь судить по добродетелю, которую мы могли сделать и не сделали. Когда уже их не останется, тогда останутся наши грехи, к сожалению. Поэтому я вам желаю милости Божьей, терпения, смирения. Этот великий подвиг воспитания, помощи детям, малоимущим, Господь обязательно оценит и во Царстве Своем Небесном скажет, ответит вам добрым словом. Благодарю. Спасибо.